Когда у меня на кухне началась трещина, толщиной с палец вышла. Я начал бить тревогу, тогда был лакомагерчик в домоуправлении. Они поставили мне маяки. Два года я ждал, чтобы были сильные морозы, но морозов не было. А сейчас они все заделают. Что сейчас я могу доказать? Ничего. Виктор Карпичин жалуется на ЖЭУ номер один. По словам пенсионера, в его квартире по Октябрьской 142А три года назад появилась трещина. Мужчина стал добиваться ремонта. Коммунальники все исправили. Но Виктор Ефимович недоволен. Переживает, что проблема повторится. И подчеркивает, за 25 лет с момента вселения в этот дом сквозной вопрос возникал трижды. Недели три тому назад они заделали с улицы. А где-то недели полторы или две. Вот тут меня задал. Ну а сейчас что? Сейчас мне надо краску. Краску я бы купил. Надо баллик и покрасить. Я же не могу тоже так находиться. Косметический ремонт в своей квартире пенсионер делал пять лет назад. Восстанавливать собственную кухню за свой счет Виктор не желает. А на условия коммунальников покрасить поврежденную часть комнаты не согласен. И уже подсчитывает убытки. Краска обошлась в 27 рублей. Кисточки потянули на 9. Да плюс еще и работа специалиста. Мастер ЖУ на претензии мужчины отвечает. Все по закону. Проблем с несущей стеной не было. Все недостатки устранены. Как внутри, так и снаружи. Работниками ЖУ-1 были выполнены работы по восстановлению, то есть за ошибки данной трещины. И предложено заделать, то есть восстановить заделочный слой. После чего сам заявитель обратился непосредственно в вышестоящую организацию по вопросу восстановления отделки по платным бытовым услугам. С заявителем было оговорено о том, что после приобретения материала данная услуга ему будет оказана. Сегодня, глядя с улицы на доме Виктора Ефимовича, о проблеме ничего не напоминает. Но у пенсионера остался вопрос о капитальном ремонте в подъезде. Ответ специалистов его вряд ли устроит. Октябрьская 142А включена в перспективный план, но не в этом году. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.